Для путешественников, которые хотят продлить себе еще немного лета, хорошим решением станет отправиться в Доминиканскую республику, страну вечного лета, нетронутой природы, Лазурного моря. Интересно, Доминиканская республика является единственной страной в мире, у которой на национальном флаге изображена Библия. Если посмотреть на карту мира, Доминиканскую республику можно найти в восточной части острова Гаити. Остров, на котором находится Доминикана, входит в состав Больших Антильских островов. Столицей страны является город Санто-Доминго, а проживает на ее территории около 10 миллионов человек. В Доминикане отлично развит туризм, ежедневно сюда прибывает огромное количество туристов, приезжающих покорять остров и воды Карибского моря. Каждый турист здесь найдет себе занятие по душе, так как здесь можно и лежать целыми днями на пляже, греясь на ласковом солнышке, и заняться водными видами спорта. А можно отправиться изучать природные достопримечательности, особенно много здесь созданных национальных парков, таких как Лос-Айтисос, Харагуа, Эль-Качо и Дере. Выбирая курорт по душе, изначально туристам будет нелегко определиться с выбором, так как их здесь огромное количество, один лучше другого. Здесь придется, скорее, отталкиваться от того, в какой компании собираются проводить путешественники отдых. Если планируется поездка с детьми, то отличным выбором станет курорт Бока-Чика, если хочется более активного отдыха, то лучше всего будет отправиться в Пуэрто-Плато и Ла-Романо. Известный курорт Пунта-Кана, как правило, привлекает больше семейные пары. Погода в Доминикане в июле для республики характерен влажный субтропический климат. Высокий сезон здесь начинается в декабре и заканчивается в апреле. Считается, что лучшее время для отдыха в этой стране именно тогда. С декабря по февраль средняя температура воздуха днем держится на отметке плюс 30 градусов Цельсия, ночью не опускается ниже плюс 20 градусов. Температура воды в это время держится в районе 27 градусов. Облегчает зной ветерок, периодически дующий с моря. В это время очень редко бывают дожди, а если они и настигают туристов, то обычно они непродолжительные. Март по температуре ничем не отличается от предыдущих месяцев, однако по ощущениям солнце начинает припекать сильнее, а воздух становится более сухим. В этом месяце начинает появляться огромное количество фруктов, которые еще не успели дозреть в зимние месяцы, такие как манго, например. В апреле с каждым днем становится все жарче и жарче, хотя с моря все еще дует периодически легкий ветерок, позволяющий организму справляться с жаркими деньками. С мая по август начинается в республике сезон дождей. Если в мае и в июне сюда можно отправиться на отдых, несмотря на жаркие деньки и сильную влажность, то в июле и августе рисковать не стоит, поскольку в эти месяцы высока вероятность тайфунов, штормов и ураганов, хотя в это время в Доминикане все равно очень много смельчаков, приезжающих в это время сюда на отдых. С сентября по октябрь заканчивается сезон дождей. Средние температуры воздуха днем в эти месяцы равны примерно 31 градусу, ночью 23. Вода в это время прогрета обычно до 29 градусов. Для этих месяцев характерны сильные ветра, которые могут помешать спокойному отдыху. В это время сюда приезжает очень мало туристов, здесь обычно всегда много свободных лежаков, масса пустых отелей, а ценник очень приятный как на продукты, так и на различные развлечения. Кроме того, на сентябрь и октябрь всегда можно найти тур по хорошей цене. Все в это время в Доминикане замирает в ожидании ноября. Погода в Доминикане в декабре время, когда в Доминиканскую республику резко активизируется прилив огромного количества путешественников, это ноябрь. Связано это с тем, что в начале ноября в Доминикане устанавливается приятная погода, хотя иногда может пройти тропический ливень. Однако, как правило, ливни непродолжительные, и после них всегда сразу же выглядывает солнце. Таким образом, погода в Доминикане в ноябре вполне располагает к продолжительному и беззаботному отдыху. На заметку. Средняя температура воздуха днем в этом месяце, в зависимости от курорта, колеблется от плюс 27 до плюс 30 градусов Цельсия, ночью – от 17 до 26. А температура воды в Карибском море составляет от 27 до 28 градусов. Погода в Доминикане в октябре решив отправиться в Доминиканскую республику в ноябре, следует хорошо ознакомиться с ее курортами, поскольку погода в это время в стране будет значительно отличаться в различных местах. Так, самые минимальные отметки температур ночью будут на курорте Азуа де Компостило, чуть выше в Пуэрто-Плато 23 градуса, а на таких курортах, как Пунта-Кана, Сан-Кристоболь, Санта-Доминго и Санта-Круз де Бараона будут варьироваться от 24 до 26 градусов. Днем средняя температура воздуха примерно одинаковая, от 27 до 28 градусов, температура воды также сильно не отличается и примерно составляет 27 градусов. Не стоит в ноябре отправляться в Санта-Доминго, поскольку высока вероятность дождей. Собираясь покорять Доминиканскую республику в ноябре, лучше всего выбирать курорты, которые находятся на юге страны, так как в этой части стоит более устойчивая солнечная погода и минимальная вероятность сильных ливней. Интересно знать, у берегов Доминиканы водятся морские коровы. Приехав в страну, омываемую Карибским морем, полезно будет знать некоторые факты о ней, все магазины в Доминикане закрываются на обед с часу до трех, но, учитывая тот факт, что доминиканцы, не очень уж трудолюбивый народ, бывает и такое, что и в 4 часа он будет все еще закрыт. В стране практически никто из местных жителей не знает английского языка, только испанский. Ни в коем случае нельзя в Доминикане пить воду из-под крана, мыть ее фрукты, а также готовить напитки со льдом из проточной воды. Если туристы задаются вопросом, ехать или нет в Доминиканскую республику, то ответ однозначен – да. Несмотря на тяжелые перелеты некоторые нюансы, с которыми сталкиваются путешественники, как правило, они никогда не жалеют о таком путешествии. И сезон в 2018 году только скоро начнется, поэтому Доминикана – та страна, куда можно отправиться еще в этом году и насладиться тропическим раем.